Приветствую моих начинающих строителей миров. С вами снова Тейвилл и мы продолжаем погружаться все глубже и глубже в мир настольных ролевых игр. Сегодня я расскажу как в них играть, что вам конкретно будет для них нужно, а также познакомлюсь с некоторыми подводными камнями, которые могут возникнуть во время игры. После этого я начну первую часть Деймастер Гайда, в котором пройдусь по основам вождения игры. Да, кстати, пару дней назад мне пришла настольная книга игрока по Dungeons & Dragons 5 редакции, так что ждите в какой-то момент руководства по созданию персонажа в ней. Сами мы, наверное, будем играть по 5 редакции, но только когда мне дойдут остальные две книги, Мануал Монстров и Гайд для Данжен Мастера, то есть не раньше октября в лучшем случае. Итак, приступим. Допустим, вы с вашими четырьмя друзьями захотели поиграть в тейблтоп. В первую очередь вам необходимо разобраться, по какой системе вы хотите играть. Это в принципе самое легкое. Но и тут есть свои нюансы. Очень многие ролевые системы перегружены, в них есть огромное количество роллбуков, написанных зачастую разными авторами. Отсюда большое количество несостыковок между этим руководствами. Игроки и Деймастер не должны забывать, что основной книгой для игры является центральная. Чаще всего она называется Core Book или Source Book, либо просто носит название самой ролевой системы. В D&D она называется Player's Handbook, настольная книга игрока или PHB, пыха. Когда все прочтут эту книгу, гейммастер может выбрать одну-две дополнительные. Это первая грабля, на которой может напороться ГМ, и я не исключение. Ни в коем случае не надо брать все книги, которые вышли. Мастер игры задолбится в них рыться, а в игре могут появиться такие замечательные личности, как маленький мальчик с девятиметровой рельсовой шпалой в качестве оружия, или вампир, бьющий святым уроном, или философствующий темный джедай, носящий еще неизобретенную броню и владеющий умениями, которые будут доступны только через несколько тысяч лет. Для таких вот товарищей в ролевом сообществе есть веселый термин, еврист или вар, хотя мы обычно отзываемся о них погрубее. Итак, у вас теперь есть корник и два-три саплимента, то бишь дополнительных материала. Теперь надо определиться с местом и форматом игры. Здесь у вас несколько вариантов. Лучшим из них, я считаю, сбор где-нибудь на квартире, в торговом центре или игровом клубе. В Москве таких много, в других городах не знаю, но тоже должны быть. Играть голосом, кушать что-нибудь, собираться раз в неделю часов на 8. В таком формате очень важна не только сама игра, но и околоигровые шутки. Главное, ограничивать внеигровые разговоры, иначе ваши персонажи за 8 часов не сдвинутся с места и сопьются без вас в трактире. Для игры в реале также вам будет нужна бумага, в идеале распечатки чарлистов персонажей, карандаши, ластик, набор игровых костей и в идеале рулбуки, хотя бы в электронном формате на планшете. Впрочем, при должной подготовке можно обойтись и без них. Игровые кости или дайсы можно приобрести в любом магазине, специализирующемся на настолках. Можете достать их из монополии, завалявшихся у вас где-то в шкафу. Если один или двое из вас не могут каждую неделю куда-то ездить или вообще находятся в других городах, как это у меня часто бывает, то вам на помощь спешит интернет. Здесь тоже два варианта, вы можете играть голосом или можете играть текстом. И здесь также игра голосом, по моему мнению, лучше. Давайте я расскажу вам поподробнее об обоих вариантах. Итак, для игры голосом вам понадобится скайп или тимспик и нормальные, не создающие ужасных фоновых шумов микрофоны. Даже обычный микрофончик за сотню рублей сойдет, главное, чтобы он был исправен. Еще вам понадобится дайс-роллер или любая программка, через которую можно бросать игровые кости, генератор случайных чисел. Все, по сути вам больше ничего не надо. Вообще. Для тех, кто желает визуализации происходящего и музыкального сопровождения, есть ряд программ. Лично я рекомендую онлайн-движок под названием Roll20, в нем я сейчас и снимаю. Тут есть все, что необходимо для игры. И три слоя для создания карты, и встроенный дайс-роллер, и трекер-инициативы, и спецэффекты, и даже доступ к API для продвинутых пользователей. Преимущество игры голосом в том, что игра будет наполнена экшеном, динамично, и реагировать надо быстрее, особенно гейммастеру. В игре текстом же, в которой вам понадобится все то же самое, скайп и дайс-роллер, можно немного подумать над постом, делать красивое описание, ну а динамики можете забыть. Вы сможете делать из этого долгную книгу, но в процессе игры многие игроки могут скучать, пока один набирает гигантский поэтический опус. По-моему, выбор между голосом и текстом очевиден, но если вам привычнее форум на РПГ, то можете играть и текстом. Итак, как только вы выбрали систему, место и формат игры, все начинают заниматься своими делами. Мастер кратко обозначает игровой мир, стартовый уровень и прочие мелочи, а игроки начинают расписывать краткие предыстории своих персонажей и заполняют чарлисты. Этот процесс должен быть достаточно аккуратным, не выходите за рамки истории мира, если вы играете в каком-то уже существующем. Обязательно говорите ГМу, кем вы будете играть. Если ваш персонаж ничем особо не выделяется поначалу, то одного сообщения мастеру игры хватит. Если же вы хотите, чтобы он владел какими-то особенными способностями или каким-то секретом, то все это необходимо обговорить с данжен-мастером наедине или при всех. Главное, чтобы таких особенных не было слишком много. Выглядеть процесс генерации будет примерно так. Эй, парни, играть мы будем по свеженькой Star Wars Age of Rebellion. Вы начнете как офицеры или наемники Галактической Империи, тоталитарного государства, владеющего практически всей далекой-далекой галактикой. Правит им император Палпатин, владеющий, по слухам, древней темной магией и способный пускать из рук молнии. Никто не выживал, чтобы подтвердить или опровергнуть эти слухи. Ситуация в Империи непростая, многие недовольны тиранией, повсюду вспыхивают восстания. Вы были призваны или наняты правой рукой Императора, Лордом Вейдером, у которого есть план по подавлению особо назойливого восстания на планете Бутавуи. Игроки запоминают водную, начинают думать над своими персонажами. Один создает что-то простенькое, например, парня, который только что окончил Имперскую Офицерскую Академию. Еще один играет охотника за головами, эксперта в различном оружии. Третий решил побыть дроидом-хакером. А вот последний игрок захотел, чтобы его персонаж был чувствителен к силе. По истории Звездных Войн в этот период джедаи либо убиты, либо скрываются, пока за ним идет охота. ГМ должен потребовать с такого игрока логичного объяснения, как такой персонаж смог не спалиться имперцем и, что важнее, Дарту Вейдеру, который может чувствовать силу. Если игрок справляется с этой задачей, то он может играть этого персонажа. Итак, расписка персонажей закончилась, мастер игры проверил Сичарлисты, вы собрались и начали играть. Теперь все зависит от того, какие приключения вам подсунет ГМ и как вы будете на них реагировать. Теперь давайте поговорим о подводных камнях во время игры. Эта информация в основном нужна гейммастерам, но игрокам тоже следует ее услышать и усвоить. Книга мастера из D&D заявляет, что есть 8 архетипов, то есть в данном случае игроков, действующих по определенному шаблону. Игроки не обязательно действуют по ним, не зря их назвали мотивациями игрока в книге. Иногда они перемешаны друг с другом, но обнаружить их довольно просто. Итак, 8 архетипов. Актер, исследователь, зачинщик, манщикин, рубака, рассказчик, мозг и наблюдатель. Давайте перемоем косточки каждому из них. Актер или ролевик – это парень, которому нравится отыгрывать роль своего персонажа. Обычно его персонаж имеет хорошо расписанную предысторию, он совершает те выборы, которые сделал бы его персонаж, предпочитает ситуации, в которых можно было бы описать свой персонажа и предпочитает социальные энкаунтеры боевым. Само слово «энкаунтер» переводится как «встреча» с английского языка, но я предпочитаю термин «ситуация». Небольшое отступление. Социальные энкаунтеры – это различные разговоры, погони, головоломки, в общем, все, что не включает в себя откровенную бойню. А боевые энкаунтеры – это и есть та самая бойня. Возвращаясь к нашему актеру, такому игроку советуют давать пространство для развития личности персонажа и его предыстории, предоставлять возможность отыгрывать роль и иногда даже прибегать к помощи актера для создания каких-либо интересных описаний. Также книга советует следить за тем, чтобы длинные и красочные описания игрока, его постоянные попытки перетянуть одеяло на себя не заставляли других игроков скучать. Лично у меня есть опыт общения с такими игроками, и они совершали несколько очень важных ошибок. Во-первых, они действительно должны выражаться короче. Иногда эти игроки могут настолько растечься мыслью по древу, что не то, что остальные игроки, и мастер уже перестает слушать. Во-вторых, надо помнить, что игра в первую очередь коллективная. Вместе играют несколько человек, и все они без исключения главные герои истории. Если вас четверо, то ваш персонаж должен забирать только 25% внимания геймастера и других игроков. В-третьих, игрокам-актерам следует помнить, что если только среди других персонажей нет телепатов, никто другой не может слышать их мысли или читать эмоции. Все это должно отображаться визуально или вербально. Персонаж недоволен, он скривил губы. Персонаж счастлив, он улыбается и не огрызается. Перейдем к следующему типу игрока, исследователю. Он любит находить что-либо новое в рамках игрового мира, узнавать какие-то секреты мира и находить потерянные артефакты, получает удовольствие от атмосферы игры наравне с социальной и боевой ее частями. Также он помогает двигать сюжет своим нежеланием останавливаться. Таких игроков надо вознаграждать за любопытство и желание исследовать. Им нравится, когда вы используете красивые карты и детализируете ситуацию, а также просите их нарисовать карту для боя или же рисовать карту игрового мира, которую он дополняет после каждого приключения. Но надо следить за тем, чтобы исследователи не использовали знания игрового мира для достижения своих целей. Персонаж ведь может и не знать того, что знает игрок. Также нельзя, чтобы такой игрок надоедал другим игрокам и выматывал вас своей жаждой деталей. Что ж, и с такими я встречался, но во многих системах исследователи не могут собрать какого-либо действенного персонажа. Ведь столько всего интересного можно ему взять в качестве навыков и умений. Тут надо быть внимательным ГМу. Нельзя позволять игроку брать что-то, что ему вообще не пригодится. Лучшим примером исследователя в моей картине мира является Ивор. Ему действительно интересно узнавать игровой мир вокруг, но в его случае система как-то уходит на второй план. Мастерам игры надо как-нибудь балансировать таких игроков, давать им советы, но не назойливо. Также у нас есть зачинщик. Он любит инициировать различные события, идет на безумный риск и бывает намеренно делает плохой выбор. Он оживает в боевых ситуациях и не любит, когда ему нечего делать. Именно зачинщик принимает решение, когда все остальные застряли и не могут ничего придумать. Зачинщиков надо заинтересовывать ситуациями, в которых он может поэкспериментировать. Красивыми также являются ситуации, в которых действия зачинщика приводят партию на край пропасти, но не убивают ее, хотя кто-то может и умереть в зависимости от степени безумия совершенных действий. Также зачинщики любят встречать персонажей таких же напористых, как и они сами. Гэму необходимо следить, чтобы действия зачинщика не привели к ТПК, полному уничтожению партии. Кроме того, этот дятел может напасть на других игровых персонажей или на союзников партии, и этого тоже надо избегать. Мало могу сказать про таких, ибо сам, когда играю, обычно действую этим шаблоном. Очертя голову врубиться в приключения и наломать дров, это мой стиль. Падергеймер или манщикин, это такая собака, которая очень сильно любит циферки. Он оптимизирует свой персонажа под бой так, чтобы у него не было ни одного изъяна. Предпочитает решать игровые проблемы силой, забивает на сюжет и ролевые элементы игры. Ему нужна экспа, лут и циферки. Это можно использовать в выгоду ДМу, давать опыт персонажам за выполнение квестов, использовать желанный манщикинам предмет как сюжетную зацепку, давать боевые инкаунтеры, в которых он проявит себя лучше всего. Нельзя, чтобы они становились намного сильнее, чем другие игроки партии. Также надо следить, чтобы он не пытался забрать больше, чем ему положено, и уж точно не давать ему относиться к другим игрокам и персонажам, как к его слугам. Лично я... Я обычно шлю таких парней на три веселые буквы. Я не люблю заморачиваться и церемониться с игроками, которые, по сути, портят весь фан-партии. Рубака. Еще одна мотивация игроков. Он представляет из себя то же самое, что и манщикин, но играет он не ради циферок, а ради того, чтобы помахаться. Если рубате становится скучно, дайте партии внезапный боевой инкаунтер. Описывайте красиво те разрушения, которые рубака устраивает в бою. Также вы можете его просить следить за инициативой, то есть очередностью ходов сражений. Осторожно. Рубаки играют в основном ради боя, так что они могут угробить все приключения, перерубив пополам квестового НПЦ или монстра. Они будут пытаться всеми правдами и неправдами вылезти из социалки и снова вступить в бой. Лично я считаю, что чистых рубак не бывает, по крайней мере я таких не встречал. Но элементы такого игрока есть во многих, так что старайтесь разнообразить боевые инкаунтеры. Рассказчик. Это товарищ, который активно работает над своим персонажем, расписывает очень подробно его предысторию, старается вписаться по полной в игровой мир, любит сюжет, драматические ситуации и возвращающихся персонажей. Еще отступление. Recurring персонажи или возвращающиеся персонажи это такие НПЦ, которые появляются не раз за приключения. Недобитый злодей или королевский советник, частенько помогающий партией, это один из них. Так вот, подобные предыстории персонажей рассказчиков можно использовать как зацепку для приключения, а других личностей из его предыстории как НПЦ. Кроме того, рассказчик будет счастлив записывать важные события и ситуации в некое подобие летописи или журнала. Но нельзя ему давать делать своего персонажа центральным во всем приключении, как нельзя ему давать заставлять других игроков действовать как ему угодно, дабы получилась такая история, которую он хочет. Предпоследний архетип – это мозг. Хотя я лично называю его параноиком. Он любит загадки, очень аккуратно продумывает свои действия, дабы добиться лучшего результата. Ему нравится побеждать без экшена, драмы и напряжения. Ему нужно больше времени на проработку вариантов и стратегий. Таким игрокам надо давать решать проблемы, награждать за планирование и тактику, иногда позволять его умному плану добиваться небывалых результатов, а также прибегать к его помощи в придумывании квестов. Мозгу нельзя давать диктовать другим игрокам их действия, а также стопорить игру проработкой тактик и стратегий. Несмотря на то, что я люблю, когда игроки подходят к делу с тактикой, мозг часто впадает в паранойю и не может решиться что-нибудь сделать, если не уверен в успехе на 100%. Такие игроки, по моему мнению, должны уметь думать быстро, поэтому я часто ограничиваю их во времени. И последняя мотивация игрока – наблюдатель. Это обычный новичок, который еще не понимает, что вообще за хрень происходит. Во время игры он может заниматься сторонними делами, что бывает раздражает ГМ и игроков. Не стоит сильно злиться. Наблюдатели бывают и полезны, они не так вовлечены в игру, и с ними можно обсуждать различные ее аспекты. Если у него нет персонажей, и он просто смотрит, что происходит, ГМ может ему даже рассказывать подробнее о сюжете и о том, куда действия игроков могут их привести. Нельзя его заставлять вовлекаться в игру больше, чем ему самому хочется. Нужно ему давать подсказки, когда это необходимо. Но нельзя давать ему отвлекать других сторонними делами или исчезать из игры в какие-то критически важные моменты. Вот мы и разобрали основные архетипы игроков, начали наш гейммастерский гайд. Учтите, что они могут быть применимы к одному и тому же человеку в разное время. Например, если у игрока день начался с хорошего завтрака и приятной новости, то он может действовать как зачинщик. Но если на следующую игру он пришел не в таком хорошем настроении, то он может стать паранойком. Мотивации также могут смешиваться, но описанная мной полезность контроля этих мотиваций в любом случае сохраняется. На сегодня, думаю, хватит. Но я вкратце расскажу, что будет дальше. Во-первых, я хочу сделать небольшой 5-минутный ролевой квест без использования какой-либо системы, но с использованием DICE OF, и прогнать по нему ряд людей, чтобы вы поняли, что к чему и как это играется. Во-вторых, я сделаю видео по созданию персонажа в Dungeon Dragon с 5-й редакции. И, наконец, как я обещал, мы с вами вместе будем творить. Мы сделаем завязку приключений и подраспишем игровой мир. Вместе. Я оставляю ссылку на гугла-форму, в которой задаем вопрос. Будем ли мы использовать какой-нибудь существующий сеттинг, или придумаем свой для этого? Там перечислен ряд вариантов сеттингов, которые я очень хорошо знаю, и тот, который наберет большее количество ваших голосов, победит. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи!